И уже известные промежуточные итоги масштабного субботника. В республиканской акции по наведению порядка на земле приняли участие около трех миллионов человек. Только по предварительным прогнозам удалось заработать около семи с половиной миллионов рублей. Центр оперативного штаба акции сегодня находился в Столбцовском районе. Здесь на высадке деревьев работало правительство в полном составе. Благоустраивали малую родину Якуба Колоса и, как отметил премьер-министр, поэма «Новая земля» белорусского классика – это символ зарождения новой жизни. На высадке берез и сосен работал сегодня Михаил Руссо. И вице-премьер в этом году возглавляет рабочую группу по подготовке и проведению республиканского субботника. И первые итоги акции в правительстве считают хорошими. С очень большим энтузиазмом люди приняли предложение провести субботник. По предварительным данным, уже сегодня на рабочих местах, на разных участках работы, на посадке леса, на благоустройстве территории трудится около 3-3 миллиона человек. Прогнозно просчитали, что около 7 миллионов 500 тысяч рублей будет заработано. Деньги, заработанные на субботники, каждый человек знает, куда они пойдут. 50% будут оставлены в распоряжении местных органов, властей и направлены на, ну, будем говорить, такие социальные проекты. Вторая половина денег уйдет на благое дело. Будет дополнительно закуплено оборудование. В нашей больнице скорой помощи будут поставлены дополнительные резервные койки. Для того, ну, уже с учетом в 2019 году прохождения авторих европейских олимпийских игр в нашей республике. Михаил Руссый также поблагодарил всех белорусов, которые откликнулись на предложение посвятить выходной день наведению порядка в своих населенных пунктах.